Друзья, пока идет шиномонтаж вашей ласточки, вам необходимо, не важно, мужчина вы или женщина, не важно с каким образованием, вооружиться хотя бы одной перчаткой, фонариком и обязательно заглянуть под колесные арки. Я сейчас расскажу вам, что можно проверить, даже не имея профильного образования и, соответственно, отреагировать на это, если что-то будет не в порядке. Давайте начнем с переднего колеса. Прежде всего, это тормозные шланги. Очень часто на них возникает грыжа. Вот в этом месте и вот в этом месте. Проверяем целостность тормозного шланга. Это очень важно и влияет на безопасность движения. У меня все в порядке, шланг в порядке. Дальше приступаем к проверке тормозов. Если вы ездите в интенсивном режиме, то, как правило, на тормозном диске возникает буртик. Излишний буртик нужно стачивать, то есть снимать тормозной диск и протачивать его. Можно сделать это самостоятельно. Оставлю ссылку в описании, как это сделать. Можно сделать в автомастерской. У меня диск в порядке, чрезмерного буртика нет. Дальше проверяем тормозную колодку. Вот отсюда ее видно. Вот ее толщина. Она вполне достаточно. Колодки пройдут еще не менее 5000 километров. Это точно. Дальше можно посмотреть тормозную, вернее, рулевую тягу. Вооружаемся перчаткой и вот таким образом шатаем ее. Если в ней есть какой-то люфт, вы это сразу почувствуете. У меня все в порядке. Пыльник рулевой тяги тоже в порядке. Ответный пыльник на рулевой рейке тоже в порядке. С рулевыми тягами все хорошо. Также можно проверить стойку. Печет она или нет. У меня стойка сухая. Пыльник одет, все в порядке. Дальше. Дальше проверяем пыльник шруса. Вот пыльник шруса. Если он будет ворван, вы тоже это сразу увидите. У меня пыльник шруса в порядке. Также можно проверить и сайлентблоки рычагов. Но здесь это делать неудобно. Чисто визуально все хорошо. В принципе, друзья, в передней подвеске все. Еще раз, это тормозные колодки, тормозной шланг, стойка, рулевая тяга, пыльники рулевых тяг и пыльник шруса. Переходим на задок. Так, переходим на задок. Здесь все гораздо проще. Здесь нет шруса. Сразу проверяем тормозной шланг. Он в порядке, без грыж. Проверяем целостность амортизатора. Не течет, все в порядке. Также стоит проверить пружину, как спереди, так и сзади. Недавно делал шиномонтаж на своей второй машине, на Субару. И увидел вот здесь лопнутый нижний виток. Как правило, пружина именно на первом или втором витке лопается. А нам скоро в дальнюю поездку. Проедем более тысячи километров. Едем кататься в Архыс на лыжах в январе. И, соответственно, лопнувшая пружина никак не может быть оставлена в таком состоянии. Потому что может привести в дороге к печальным последствиям. Соответственно, меняется сразу обея пружина, иначе машина будет перекрошена. Вот на Субару я уже при вот таком визуальном осмотре заметил пружину и поменял ее. Здесь у меня все в порядке. Дальше у нас тормозной диск. Излишнего пультика нет. По поводу толщины колодки, как и спереди, толщина достаточная. Еще как минимум 5000 километров, а потом и больше пройдет. Так, что еще? Датчик АБС. Все целое. Все в порядке. Вот такой быстрый осмотр, друзья мои, буквально за 5 минут обязательно нужно сделать. Так что, вводите с собой перчатки. Фонариком может служить фонарик мобильного телефона. Ну и здесь давайте еще разочек посмотрим на пружину. Пружина в порядке. Нареканий никаких нет. Вот такой, друзья, осмотр нужно отсидеть на всех четырех колетах. Двух телеги и двухзальных. Это все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Посмотрите в руке на автономике, кто этот замечательный автомобиль. Пока.